Специальный репортаж, новая эпоха, новый формат, новый путь, к 70-летию установления депотношений между КНР и Россией, Синьхуа, Китай, Цуся, Фэнцзюньян, Чентин, Синьхуа, Китай. 3 октября 2019 года. Соединенные общими горами и реками, связанные взаимопомощью и взаимоподдержкой Китай и России в дождь, и в буре упорно движутся вперед. 2 октября 1949 года, на второй день после образования Китайской Народной Республики, СССР заявила о признании КНР. На следующий день КНР и СССР официально установили дипломатические отношения. За 70 лет двусторонние отношения между КНР и Россией прошли необыкновенный путь. Китай и Россия, две взявшиеся за руки и стремящиеся к государственному возрождению державы. Вышли на новый исторический старт и встречают новую эпоху стремительно развивающихся отношений более высокого уровня. Новая эпоха является свидетелем выхода китайско-российских отношений на наивысший уровень взаимодоверия, взаимодействия и стратегической ценности. В новую эпоху две державы двигаются по более широкому пути. Развивать партнерство, создать новый образец отношений между державами. 5 июня 2019 года в Большом театре в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Председатель КНР Си Цзиньпинь в своей речи с теплотой вспоминал, 70 лет назад председатель Май Цзэдун впервые посетил Советский Союз. Именно здесь лидеры двух стран открыли историю китайско-советской дружбы. В течение 70 лет китайско-российские отношения развивались в неустанных поисках моделей отношений. Обе страны смогли поставить во главу угла тенденции развития эпох и основные интересы двух народов. Установить межгосударственные отношения нового типа, основанные на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и направленности против третьих сторон. Вступив в 21 век, Пекин и Москва подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, который стал важной вехой и в котором были юридически закреплены концепции передающейся из поколения в поколение дружбы отказа от вражды на все времена. От взаимных дружественных отношений до конструктивного партнерства, от отношений партнерства и стратегического взаимодействия до отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, статус китайско-российских отношений уверенно поднимался ступень за ступенью. В ключевой исторический момент 70-летия установления депотношений между Китаем и Россией председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин совместно объявили о подъеме двусторонних связей до отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. КНР и РФ наладили отношения, имеющие сильные внутренние движущие силы, достигшие высокого уровня зрелости и заслуживающие звания образцового примера современных международных связей. Об этом заявил директор Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета Фэн Шао Льэй, отметив также, что всесторонние, тесные, откровенные и эффективные политические контакты на высоком уровне между двумя странами стали важным ведущим фактором и фундаментом для развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. С момента вступления в должность председателя КНР в 2013 году Си Цзиньпин 8 раз посетил Россию и более 30 раз встретился с президентом Владимиром Путиным в рамках двусторонних и многосторонних мероприятий. Среди них праздничные мероприятия по случаю 70-летней годовщины Победы России в Великой Отечественной войне и 70-летие Победы Китая в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войны. Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках пояса и пути и Петербургский международный экономический форум слеш пмэф слеш. Лидеры двух стран приняли личное участие во всех важнейших мероприятиях, организованных страной-партнером. В июле 2017 года в Кремле президент Владимир Путин вручил председателю Си Цзиньпину орден святого апостола Андрея Первозванного, являющийся высшим государственным орденом РФ. В июне 2018 года в Доме народных собраний Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину первый в истории Китая орден дружбы. Эти моменты остались в вечной памяти народов двух стран. С целью укрепления социальной основы для долгосрочного развития китайско-российских отношений Си Цзиньпин и Владимир Путин приложили личные усилия, приняв участие в ряде общественных мероприятий. Совместные консультации по проведению годов молодежных обменов, годов обменов СМИ, годов сотрудничества и обмена на местном уровне, годов научно-технического и инновационного сотрудничества, совместное посещение хоккейного матча между юношескими командами КНР и РФ, совместные встречи с учителями и учениками Всероссийского детского центра «Океан», совместное присутствие на церемонии открытия павильона для пант в московском зоопарке. Главы Китая и России многократно объединяли усилия по стимулированию широкого участия народов двух стран в разнообразных мероприятиях, чтобы китайско-российская дружба передавалась из поколения в поколение. Рука об руку идти к обоюдному выигрышу, открывать новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества 26 апреля 2019 года на полях второго форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках пояса и пути Си Цзиньпинь в целях укрепления связей с историей специально выбрал гостиницу «Дружба» в Пекине в качестве места встречи с Владимиром Путиным. Поскольку именно в этой гостинице ранее проживали многие советские специалисты, в трудные годы строительства нового Китая они своим умом и упорным трудом оказали помощь стране в закладывании основы для индустриализации. Теперь находящиеся на ключевом этапе своего развития Китай и Россия смотрят друг на друга через призму возможностей для развития, рука об руку идут вперед к одновременному возрождению, руководствуясь духом первопроходства и новаторства, взаимной выгодой и обоюдного выигрыша. Благодаря стратегическому руководству и личному содействию глав двух государств, один за другим реализуются крупные стратегические проекты. Одновременно развивается сотрудничество в традиционных и новых сферах. Китай уже несколько лет подряд сохраняет статус крупнейшего торгового партнера России. В прошлом году двусторонний объем торговли превзошел историческую отметку в 100 миллиардов долларов США, продемонстрировав рост на 27,1%, что является наибольшим показателем роста среди 10 крупнейших торговых партнеров Китая. В настоящее время стороны продвигаются к цели увеличения двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году. Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Сунчжанчжи заявил, что торгово-экономическое сотрудничество КНР и РФ неуклонно достигает новых прорывов как в масштабе, так и в качестве. Постоянно оптимизируется структура двусторонней торговли, укрепляются внутренние движущие силы торгового сотрудничества. Успешно эксплуатируется китайско-российский нефтепровод и его вторая ветка. Скоро будет построен и сдан в эксплуатацию китайско-российский газопровод «Восточный маршрут». Успешно завершена стыковка двух частей автодорожного моста Хэ-Благовещенской железнодорожного мостового перехода Тунцзян-Нижнеленинская. Уверенно продвигается совместная разработка широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета и тяжелого вертолета. Достигнуты ощутимые результаты по сотрудничеству между навигационными спутниковыми системами Байдоу и ГЛОНАСС. Китай и Россия уверенно реализуют крупные совместные проекты в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, авиация и космос. «Формируется всесторонняя, многоступенчатая и многоотраслевая структура взаимовыгодного сотрудничества между КНР и РФ», отметил бывший директор Китайской академии современных международных отношений Цзи Чжэ, добавив, что с углублением сопряжения пояса и пути с Евразийским экономическим союзом слеж я и слеж потенциал сотрудничества между КНР, РФ и другими соответствующими странами продолжат раскрываться. Разделять общую ответственность, стремиться к тому, чтобы литмотивом эпохи оставались мир и развитие. 2 сентября 2015 года в Доме народных собраний в Пекине председатель Си Цзиньпин вручил российскому ветерану Юрию Ясневу памятную медаль в честь 70-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Сражение СССР и Китая плечом к плечу ради победы в мировой антифашистской войне способствовало зарождению глубокой боевой дружбы между двумя народами. «Взаимная солидарность сил добра против сил зла приносит успех», отметил Яснев, воевавший против японских захватчиков на северо-востоке Китая. Пройдя через невзгоды и сохранив память и трагедию истории, китайские и российские народы глубоко осознают ценность мира. Являясь мировыми державами, постоянными членами Совета безопасности ООН и странами с формирующимся рынком, перед лицом многочисленных глобальных вызовов Китай и Россия твердо стоят вместе, совместно защищают мир, стимулируют развитие и все чаще предлагают планы Китая и России по решению международных вопросов. От образования Шанхайской организации сотрудничества до реализации механизмов сотрудничества Китай-Россия-Индия и Китай-Россия-Монголия, от инновационного взаимодействия в рамках BRICS до координации в рамках группы 20, от стимулирования политического урегулирования проблем на Корейском полуострове, в Сирии и Иране до подписания совместного заявления КНР и РФ о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах и совместного заявления об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху. Китайско-российское стратегическое взаимодействие реальными действиями реагирует на вечные темы мира, прогресс и развитие, неуклонно придает новый импульс созданию международных отношений нового типа на принципах взаимоуважения, справедливости, сотрудничества и взаимовыигрыша. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия и Китай поддерживают самые тесные контакты. Ежегодно проводится порядка 40-50 межмидовских встреч с широким тематическим охватом. Несмотря на изменения международной обстановки, Китай и Россия будут и дальше твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, неуклонно охранять международный порядок, в основе которого лежат устав и принципы ООН, резко выступать против унилатерализма и буллинга, поддерживать мультилатерализм и мировую экономику открытого типа. Член Госсовета, министр иностранных дел Каэн Эрваны сказал, поскольку Китай и Россия стоят вместе, в мире больше мира, безопасности и стабильности. Пройдя 70-летние испытания, китайско-российские отношения стали более зрелыми, стабильными и выносливыми. На фоне беспрецедентной изменчивости международной обстановки на плечи Китая и России ложатся большие ожидания народов двух стран и международного сообщества. В новую эпоху Китай и Россия возьмут на себя еще большую ответственность и совместно с международным сообществом будут неустанно прилагать усилия для построения более процветающего, стабильного, справедливого и беспристрастного мира, осуществляя строительство сообщества единой судьбы человечества. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.